Собачьих боев в Казахстане теперь не будет. Новый проект Закона Республики Казахстан об ответственном обращении с животными это категорически запрещает. Зоозащитников эта новость только радует. Однако они обеспокоены тем, что бои могут проводиться подпольно. Любовь к собакам Лилия Калите привила семья. Она за новый проект Закона об ответственном обращении с животными. По словам зоозащитницы, собачьи бои не должны существовать в 21 веке. Собачьиница также утверждает, что жизнь с собакой в Шемкенте непростая. Тяжело именно в передвижении. Например, в автобусах. Очень редко нас пускают такси. Тоже отказ. Приходится пешим. Но все равно собаке тяжело. То остановится, то воды попить. Поилок нету. Всегда приходится брать с собой либо бутылочку с водой. Горожане также считают, что организаторы собачьих боев должны понести наказание на законодательном уровне. Как наказывать? Их взять, да и так же побить, как они издеваются над животными. Над ними, наверное, так издеваться надо, чтобы они поняли. Собачьи бои – это с древности идет. А вот насчет издевательства – ну, тоже. Лечение на год. Свободы. Это же запрещено. Это издевательство над животными. Я думаю, нужно следить за этим и запрещать. Это правоохранительные органы, наверное, должны заниматься. По словам ветеринара, сезон собачьих боев – осень-зима. В это время большинство хозяев собак начинают покупать допинги для них и самостоятельно поднимать им иммунитет, чтобы на ринге собака держала себя хорошо. Это, само собой, дает свои негативные плоды и может привести даже к летальным исходам. За годы практики, что мы работаем в этой сфере, я скажу, что я категорически против собачьих боев, так как к нам часто обращаются с большими травмами, так скажем. В первую очередь скажу, что это бизнес для людей. На собак это психологически очень сильно влияет. Начнем с того, что на сердечно-сосудистую систему влияет, на ЖКТ влияет, на общее состояние животного это очень сильно влияет. В департаменте полиции утверждает, что за 2021 год возбуждено два уголовных дела за жестокое обращение с животными. Однако они не связаны с собачьими боями. Фактов проведения подпольных собачьих боев в Шимкенте также не зарегистрировано. На сегодняшний день закон запрещает жесткое обращение с животными. И в статье 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривается наказание за жесткое обращение с ними. Людей, которые издеваются над четвероногими, ждет штраф в размере до 120 месячных расчетных показателей, либо исправительная работа в том же размере, или же привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток. Сейчас существует специальная мониторинговая группа, которая следит за тем, чтобы не было подпольных собачьих боев. К слову, если заметили факт проведения незаконных боев, нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, либо по номеру 102. Курки Масибалиева, Монтео Эльбеков, Нургель Досадуакасов, информационная служба телекомпании ОТРАР.